Здравствуйте! 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 Проходите! Давайте посмотрим красивый блок. Возьмите за ручки и постарайтесь. Здравствуйте! 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 Давай погреем ладошки друг друга. Меня зовут Наталья Николаевна. Я вас очень рада сегодня видеть. Ваши имена, именно ваши, вы и жена. Сегодня я проведу необычное занятие с необычным конструктором. Он называется электронный конструктор знаток. Как вы думаете, почему этот конструктор называют электронным? Как вы думаете, что это за слово такое? Ну скажи. Потому что там есть электричество, умничка моя. Там есть множество приборов электрических и различных деталей. Сегодня мы с вами при помощи этих деталей будем собирать электронные модели. А какие еще, вы знаете, приборы, которые работают на электричестве? Знаете какие-нибудь? Ну скажи, Макар. Учебка. Молодец. А еще, Саша? Какие еще? У вас дома есть приборы? Молодец. Молодец. Одну. Печка. Микроволновка? Правильно. Ну скажи. Духовка. Духовка. Правильно. Ну. Вспоминать. Планшет. Планшет. Отлично. Заряжать надо. Псих. Что? Чайник. Электрочайник. Ну а им? Вот сколько он много. Холодильник. Это электрический прибор? Тоже скажем. Вы молодцы, все знаете. Ребята, ну скажи. Машина. Стиральная? А, просто машина. Бывают машины, которые на электричестве. Ребята, скажите, пожалуйста, а где эти все приборы берут электричество? Вы знаете, где вообще его берут? Ну скажи. На электростанции. Ты моя умничка. Конечно, на электростанции. На электростанции производят электричество. А как же от электростанции до дома может поступить электричество? Ты знаешь? Ух ты, молодец. Отлично. Итак, я вас приглашаю сегодня в сказку. Вы любите сказку? Да. Давайте возьмемся за ручки. Я сегодня с вами отправлюсь в путешествие. Только надо закрыть глазки, пока я буду говорить волшебные слова. В сказке может все случиться. Сказка ждет нас впереди. Сказка в гости к нам стучится. Сказка, приходи. Открывайте глазки и давайте посмотрим, в какую-то сказку мы с вами сегодня попали. Подходите ко мне сюда. Узнаете вы кого-нибудь в этой... Страшилу. 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 Правильно. А это кто? Дровосед. Железный дровосед. Молодец. А что, как девочку зовут, не знаете? Ну-ка вспоминайте. Дровоседа. Дровоседа. Как? Молодец. Умничка. А вот это кто у нас внизу? Это лев. Смелый лев. И девочку зовут Эли. Она тоже была в этой волшебной стране. Ребята, когда в волшебной стране Страшила Мудрый узнал, что у людей есть электростанции, он тоже построил... Поворачивайтесь ко мне сюда, моя хорошая. Тоже построил в своей волшебной стране электростанцию. Но жители волшебной страны не знают, как доставить электричество от электростанции в городу изумрудному. А вы знаете? Да. Ну что же нужно сделать? Провода. Ты моя умничка. Нужно построить провода. Я тогда расскажу вам, как это нужно сделать при помощи конструктора знаток. Самым большим элементом в конструкторе является монтажная плата. У нее есть специальные выступы, на которые крепятся все детальки при помощи кнопочек. А чтобы соединить детальки между собой, можно воспользоваться методом наложения. Вот так, посмотрите. Вам понятно? Да. Вы готовы помочь жителям волшебной страны и построить провод? Да. Тогда становитесь вот сюда, проходите и там, распределитесь по всем столам. Вот становитесь вот сюда, чтобы вам всем было удобно. Вам нужно построить один общий провод, так, чтобы он был непрерывным. Нажимайте, нажимайте, не бойтесь. А теперь маленькими проводочками соединили, так, чтобы провод был непрерывным. Очень хорошо у вас получается, молодцы. Пусть умываетесь. Подбирайте провода нужного размера. И вот здесь тоже. Ставь, ставь. Вот сюда еще. Вот такие молодцы. Получилось. Давайте проверим, провод у нас нигде не прерывается. Отлично. Ну, выходите все сюда. А теперь, внимание. Давайте вот сюда встанем все, чтобы нам было всем видно. Внимание, запуск электростанции. Посмотрите, засияли огни из-за уродного города. Вы просто молодцы. Это все сделали? Вы молодцы. Становитесь сюда, в серединку. Мы с вами сегодня выступили в роли инженеров-монтажников. Смонтировали электронный провод. Вы знаете, кто такие инженеры? Да. Ну, кто? Что делают инженеры? Расскажите. Мы собираемся в техниках. Совершенно верно. И еще придумывают эту технику. Ты молодец. Инженеры могут многое. Давайте поиграем немножко в их профессию. Повторяйте за мной движение. Среди множества примеров есть работа инженера. Запускают ввысь ракеты. Чертят схемы и проекты. Строят башни, города, самолеты, поезда, чтобы стать для всех примером. Буду лучшим инженером. Ну, вы просто молодцы сегодня. Ребята, жителям волшебной страны так понравился сияющий изумрудный город, что они тоже захотели в своих домах свет. Можете помочь им провести свет в домике? Да. Тогда я приглашаю вас за столы. Занимайтесь на рабочие места. Чтобы познакомиться с деталями, которые нам сегодня понадобятся, я загадаю вам загадки. Вы, кто знает отгадки, поднимайте руки и находите отгадки в коробочках. Договорились? Да. Итак, первая загадка. Дом стеклянный пузырек, а живет в нем огонек. Днем он спит, а как проснется, ярким пламенем зажжется. Ну что, это же молодец. Найдите, только у нас этот элемент будет называться. Лампочка. Покажите лампочку. Вы нашли? Да. Положите ее прямо перед собой. Следующая моя загадка. Есть такой источник тока. Очень маленький он только. Плюс и минус на боках. Без него нельзя никак. Что ты думаешь? Батарейки. Умничка моя. Достаньте блок с батарейками. Найдите плюсик на блоке с батарейками пальчиком. Покажите его. Положите перед собой. Следующая моя загадка. Есть во мне особый ток. Я умею делать щелк. Если только захочу, щелкну раз и день включу. Как ты думаешь? Что это? День. Ну, лампочку мы уже доставали. Найдите похожую детальку. Арсений, как ты думаешь, что это такое с щелкой? День. Ой, ты моя умничка. Дети, вы, наверное, нашли выключать? Вот покажите, пожалуйста. Вот так он выглядит. Совершенно верно. Выложите. И последняя моя загадка. Есть специальные пути, где решток может пройти. Надо только, чтобы они были непрерывными. Макар, права, права, умничка. Нашли провод? Отлично. Кладите перед собой. Это, конечно, провод. А теперь соберите на монтажной плате по схеме, которая перед вами, электронную модель лампочки прямо перед собой на монтажной плате. Ребята, вам понятно задание? Да. Попробуйте. Прикрепляй на монтажной плате. Прикрепляй прямо прямо на плате делай. Попробуй. Нашли. Да, да, да. Все прекрасно плечится. Не надо высыпать. Так. Так. Давай попробуем включать лампочку. Что такое сегодня твоя лампочка? Возьмай. Так. И дальше ставим. Давай вот так лампочку попробуем. Так. Так. Давай. Включим. О, видите, как хорошо у тебя получилось. Молодец. Все сделали? Включите, пожалуйста, свои лампочки. У всех получилось? Отлично. Ну, подожди. У нас с тобой немножко... Давай вот так. Вот так. Не спеши. Не спеши. Все хорошо. Очень хорошо. Женя, молодец. Кнопочки хорошенечко зажми. Так. И включаем. Включаем лампочку. Спасибо. Молодец. Ну, вы просто молодцы. У вас все бы все не получилось. Поставьте свои домики сверху на монтажную плату. Вот так красиво. Да, да, да. Да, да, да. Да. Засияли у вас окошечки в домиках? Да. Вы сегодня просто молодцы. Настоящие электрики. Ребята, а как же нам объяснить жителям волшебной страны правила безопасности, безопасного обращения с электричеством? Вы знаете такие правила? Что нельзя делать? Ну, скажи, Арсений. Нельзя ставить электроприборы ключом. Ты моя умничка. А что еще нельзя? Скажи, Арсений. Еще нельзя подпускать детей к электроприборам. Нужно всегда пользоваться только в присутствии взрослых. Правильно я тебя поняла? Молодец, Саша. Еще нельзя спичками медить, но надо. Ни в коем случае. И потому что электроприборы тоже могут загореться, нужно аккуратно всегда, внимательно и вдумчиво. И всегда советоваться со взрослыми. Да, Арсений. Еще нельзя детей искать очень опасные техники. Совершенно верно. Пусть лучше взрослые занимаются опасной техникой, да? А мы давайте выйдем и полюбуемся нашими дружками со стороны. За две кратые звучки. Какие вы сегодня молодцы. Красиво. У вас все получилось. Все сияет. Идите сюда ко мне. Становитесь в кружочек. Мы с вами немножко поиграем в лампочку. Повторяйте за мои движения. Я фонариком кручу, выключу и вновь включу. Что-то яркое внутри. Там сияют и гори. Может, это огонек? Только где ж его дымок? Может, это светлячок? Где ж теряющий бочок? Может, там горит звезда? Как попала ты сюда? Но сказал мне папочка. Это просто лампочка. Ну что, отдохнули? Да. Ребята, давайте посмотрим на экран. Сегодня мы с вами вспоминаем, что еще в нашей волшебной стране есть. Кто это? Дровосек. Дровосек. Железный дровосек. Железный дровосек тоже очень хотел, чтобы у него было сердце, как у всех людей. Но он железный человек. Какое же можно сделать сердце железному дровосеку? Ну скажи, Александр. Железный. Можно из железа. А давайте сделаем ему сегодня сердце электронное. Давайте. Согласны? Да. Тогда я приглашаю вас в электромастерскую. Занимайтесь с вами сюда. А, садись, садись. Садись. Сюда. Сюда. В наше электромастерскую я хочу познакомить вас с новыми приборами. Один такой новый прибор – это светодиод. У него есть плюсик, так же, как и на батарейке. Найдите плюсик на светодиоде. Пальчиком покажите. Вот, молодцы. Плюсик на светодиоде дружит с плюсиком на батарейке. Что там? Нету чего диода? Возьми мой. Плюсик на светодиоде всегда дружит с плюсиком на батарейке. Мы сегодня с вами сделаем электронное сердце. Но для этого подружим плюсики. Можно соединить плюсик на светодиоде с плюсиком на батарейке при помощи двух коротких проводов. Положите на пластине свои батарейки провода из светодиодов. Соедините между собой элементы при помощи двух коротких проводов. Не забудьте, что плюсики должны подружиться. Молодец! Клади на пластинку и закрывай крышкой. Нет, крышкой. Вот так. Закрывай крышку. Плюсик, смотри, у тебя плюсики не дружат, а плюсики должны дружить. Стали, Леночка, поменяй. Так, поменяйся. Вот так, переверни. Вот так. Смотри, теперь видишь плюсики дружат. Закрывай. Клади на пластиночку и сверху можно закрыть крышкой. Вот так, пластиночка. Вот так, смотри. Закрывай. Так. Получилось? Да. Плюсики должны дружить. Давай посмотрим, что хотят подружить. Вот так. Смотри, видишь? Соединяй провода. Клади. Так. Води. Вверх. Вот так проводочками. Соединяем. Так. У всех получились электронные сердца? Да. На пластиночку. На середине. Вот. Давай, ручками. Так. Молодец. Будь здоров. Справился, наверное. Да, Арсений? Отлично. Хорошо закрыли? Можете показать нам свои работы? Электронные игрушки. Вот. Молодец. Все получилось. Очень красиво. Молодцы. Покажите свои электронные сердца. Отлично. Ну что, давайте их положим в коробочку для того, чтобы отправить в подарок железному правосилу. Вот ему будет как приятно. По очереди будет на середине. То одно, то одно. По очереди. Ну что, мои хорошие, я сегодня была очень рада вас видеть, что я отправлюсь в железному дровосилу. Расскажите мне, выходите ко мне сюда. Жители волшебной страны подумали, что вы сегодня настоящие волшебники и приготовили для вас сладкие подарки. Берите подарки. Расскажите нам, пожалуйста, вы довольны своей работой? Да. Расскажите, пожалуйста, а что вам было очень трудно сегодня делать? Арсения, вот что было самое трудное? Трудно делать свет. Трудно свет. А тебе что, Женя? Сердце. Сердце было трудно. Ну ничего, ты же справилась? А тебе что? Провода. Провода. А тебе? Ну ничего. Ну ты моя хорошая. А что вам очень понравилось делать, особенно? Ну скажи, Вероника. Свет понравилось в домике? А тебе, Апси? А, я в сердце. Сердце понравилось. У тебя получилось хорошо, да? А тебе домики понравились? Макар, тебе что понравилось? Ну, а я в электростанции. А, электростанция. Молодец, Макар. Алина? Алина. А тебе что? Все. Все понравилось. Молодец. Сияют огни. Что, Женечка? Да. Все понравилось. Молодец. Сияют огни изумрудного города. В домиках свет горит. В сказку попасть удивительно просто. На страницах любимых книг. В жизни, как в сказке, возможно многое. У вас еще все впереди. Ищите в жизни свою дорогу. Счастливого вам пути. Я вам желаю всего хорошего. И прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. До свидания. Пойдемте, я остава.